Я думаю, этот фильм может быть большое облегчение многих женщин, которые похожи в ситуации, с которыми я работаю индивидуально, и, конечно, это не выносится на публику. Современные технологии позволяют рожать здоровых детей в 30-40, в 40, позже. Первый врач, к которому я пришла, сказала мне 38 лет. Ну да, пора бы, конечно, рожать-то. Хорошо, что куча задумались. А женщина, сказала мне этот врач, запрограммирована природа и рожать с 16-ти. И я спросила, а где запрограммирована? Простите, в Афганистане. Она запрограммировалась. Я вышла от этого врача, я пришла домой, и я впервые в жизни, вот, наверное, вот, не знаю, за всё это время, я почувствовала, что мне так много лет, что я такая старая. К счастью, да, всё, что было актуально 200 тысяч лет назад, не актуально сегодня. Мы больше не живём по 30 лет, а мы, к счастью, можем жить 100 лет, 120 лет. Жизнь стала для меня, и мы рожаем позже, это нормально. Мы созрели позже, это нормально. А другая часть истории – это мой бойфренд. Человек декларирует свою позицию. Он говорит, я чайлд-фри, вот, как хочешь, так это и понимает. Да, ещё вот, например, я не хочу детей, она делает аборт, он с ней живёт ещё год, потом уходит и рожает там пять, а она уже не может родить никогда. Вот это вот классическая история. Да, и в этом смысле, в конечном итоге, да, вы остаетесь единственным человеком, который несёт ответственность за то, где вы окажетесь через год, через два, через десять. Если вы хотите быть матерью, если для вас главное, чтобы вы стали матерью, тогда решение проблемы сводилось бы к тому, чтобы отказаться от этого человека как от отца, и выбрать кого-то другого, кто хочет быть в сон. Моему ребёнку отцом хочет быть баночка. Теперь у вас есть соматическая проблема, да, и, возможно, эти соматические проблемы, которые у вас есть, они связаны в том числе с контекстом, в котором вы находитесь, да, без поддержки, без мужчины, на который вы можете опереться. Потому что помните, да, организм, если вы приходите на броню между ребёнком, на маме, он всегда делает это бы в пользу желания мамы. Да, и ваш мозг просто может не дать разрешения на беременность. Сейчас ситуация опасна. Да, вы хотите идеальное решение, но похоже, что оно не получается. Меня зовут Мария, имя изменено. Мне 46 лет. Последние 6 лет я замужем. У меня три попытки экстракорпорального оплодотворения. Все три неудачные, к сожалению. У меня нет детей. Я на самом деле стала радоваться жизни, понимать и уметь, так сказать, обращаться к жизни и управлять, и, наконец, ехать в том направлении, в котором мне нужно, только в 38 лет. А до этого, в основном, я просто совершенно за завязанными глазами в тёмной комнате пыталась, так сказать, постоянно сильно бьясь различные острые предметы, там, истекая кровью, найти хоть что-то. Так, ну вот, теперь можно садиться.